ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 КРЕМЕНЬ, ОЖЖЁНКА НЕМНОШКО ВЕРЁВКИ ДЛЯ РАЗВВЕДЕНИЯ ОГНЯ ТОЖЕ ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЛ ПОКАЖАЛ, ЕСТЬ ДАЛЬШЕ наш коммерческий так сказать нас который у меня всегда крепится к штанам то есть он у меня всегда в кармане всегда при мне тоже показывал рассказывал вкратце остановимся что у него входит коротенько в него входит набор крючков кусочек лески 10 метров примерно грузила уголовные снасти то есть ремонтный комплект 5 метров нитки очень прочные две иголки для ремонта одежды соответственно лезвие вот такое трапециевидное конечно она ножа полноценного не заменит ну тем не менее такое лезвие кусочек огниво небольшое 40 миллиметров длиной и 6 или 8 миллиметров диаметром как и магонь разводить я тоже показывал небольшой кусочек туалетной бумаги для разжигания для розжига как мы верхней части там ватный диск то есть достаем ватный диск пиркаем на него тонкая бумагу туалетную тиркаем разгорается накладываем дрова получаем огонь как рыболовную снасть соорудить из нас я тоже показывал тут особо можно не останавливаться на этом дальше более интересные вещи мои ключи можно сказать что сами по себе ключи это уже есть в общем то нас здесь у меня помимо прочего всего помимо ключей есть фонарик есть еще фонарик чуть побольше фонарик грелок тоже светит ну и паска есть еще зажигалка тоже они как-то упоминал в общем-то бензиновая зажигалка небольшая китайская очень хорошая гигнетично закрывается и непосредственно нас небольшом контейнере у меня хранится запас вот уже штанам не крепится это лежит в кармане здесь такой же набор предыдущем нази огниво немножко ваты рыболовные снасти вот единственное суда не вошло в лезвие поэтому этот нас нужно использовать понятно что любой нормальный человек с собой всегда имеет нож даже в городе то есть ножом достаем огниво ножом чиркаем разводим огонь вот такой же набор принципе как и вот тот который до этого показал дальше уже более интересная такая скажем вещь есть у меня свое время выиграл конкурс на сайте я выживу в подарок мне прислали герберовский фонарик от biara глюза замечательный на сказать фонарик тоже как-то о нем обзор делал по моему письменное видео не снимал фонарик работает на одной батарейки достаточно яркий все герметично и со всех сторон под резьбой резинка он герметично закрывается можно в воду упасть там с ним ничего не случится он не промокнет ничего не будет и светить достаточно ярко конечно не прожектор но чтобы осветить себе дорогу этого вполне достаточно единственное что я сделал здесь была резиновая рукоятка и как бы снял и намотал паракорда суда я думаю что паракорд будет более полезен чем резинка и в задней части у этого фонарика есть контейнер и как бы сразу же с этим фонариком в нем был нас ну тут даже нарисовано что это для разведения огня там лежал какой-то малюсенький клочок ваты и 5 по моему спичек стерковкой стеркой я понятное дело что это все вытащил и заменил на свой набор здесь у меня так же как и в предыдущих назад ремонтный комплект две иголки нитка плотно утрамбован поэтому не очень хорошо достается лески моток по моему 5 метров не стало себе тут 10 мотать в общем то и столько и не надо моток лески рыболовные крючки грузила ну и также огниво и немножко туалетной бумаги для разведения задней части ватный диск вот такой у нас все это в контейнере фонарики лежит вот ну и крайне не последний вариант я так думаю самый большой когда я в прошлый раз рассказывал об этих на за хамане мне люди говорили что мало всего положил нужно столько всего нужного ты не взял с собой там все такое прочее да я решил собрать что-то более грандиозное больше нас взял преформула 5 литровой бутылки вот ну и тут сразу же возникла проблема чем эту преформула жить на самом деле про это тоже рассказывал статьи писал самом начале мой нас представлял из себя там чуть ли не литровую банку в которую было на толку на всякие всячины и когда приходилось например там показать людям как развести огонь я начинал все из банки выкладывать чтобы добраться до огнивые до чего-то еще это очень неудобно в процессе там сначала отсеялся например блокнот как бы конечно вещь нужная писать там дневники если вы попали в экстремальную ситуацию вы понимаете сразу что то есть наличие блокнота увеличивает емкость которой мы храним свой нас а значит карман мы его уже не положим соответственно мы его потеряем вместе с рюкзаком случае чего по большому счету блокнот в общем-то нам и не нужен вот то есть убрался блокнот потом убиралась убавлялась еще что-то нож был заменен на более маленький более компактный вот и в итоге мы пришли к тому что больше чем вот в наш пускай коммерческий нас входит вот в этот который в этом контейнере у нас не буду повторяться что там есть только чтобы больше ничего с тобой таскать и не нужно предназначение нас это добраться до основного схрона ну если где-то пришлось заночевать там или еще что-то или же если мы попали там например в авиакатастрофу или еще куда-то багаж пропал вместе с багажом пропал наш гигантский нас которым все лежало такая вот балда вот а то что у нас было пристегнуто наш вот этот минимальный нас был пристегнут штанам он у нас штанам пристегнут и теряется он только со штанами кстати вот и ну там крючки рыболовные снасти метр паракорда все что нам самое необходимое у нас с тобой будет но если все таки мы например не потеряли рюкзак а в рюкзаке у нас лежит вот такая здоровенная бутылка емкость то что расскажу сейчас что он что в ней в этой емкости лежит можно в принципе такими но это не отменяет маленького у меня с собой постоянно находится ну понятно ключи и этот нас у меня всегда что нам пристегнут в лес когда я иду на рюкзаке лежит фонарик понятно дело ну и плюс костром и все остальное в общем-то я в рюкзак складу и этот нас тоже в том числе и так вот большой набор нас большой нас то есть сразу же сверху у меня намотана по моему пять метров паракорда закреплено красной изолентой для подачи сигналов может пригодиться либо для ремонта либо там копье какое-то сделать примотать что-то и внутри что у нас есть внутри у нас есть компас не очень зачем нужно собой таскать компас если можно сделать спокойно компасы швейного набора есть второй компас поменьше допускать просто положу чтобы дома не таскался не валялся кстати говорят показывают примерно одинаково удивительно дальше кусочек изоленты красный опять же красный потом яркой для того чтобы оставить например мы идем по тропе привязываем на веточки закрепляем небольшие клочки изоленты то есть на уровне глаз там те кто нас ищут обратят на это внимание и проследуют за нами дальше вот такая вот интересная штуковинка это крючок прошивной у него ручка была чуть побольше обрезал чтобы не занимало место для ремонта обуви как обувь ремонтировать это видео показывала дальше есть тут вот такое вот чудо китайской конверсии небольшой мультитульчик со всякими штуками которыми ничего сделать несколько просто чтобы было ну и вот наверное единственные ножницы тоже не часто встречаю чтобы кто-то упоминал об этом ногти растут у человека это понятно ножом их обрезать не очень удобно в принципе все что есть полезно вот в этом наборе это ножницы все остальное просто чтобы было ну можно еще ножом чиркнуть по огню небольшой нож дальше два презерватива ну понятно что использование по прямому назначению плюс можно переносить воду можно разжигать огонь можно герметизировать например телефон когда переходите через реку в общем-то кроме прямого применения есть еще масса различных дальше есть вот такой небольшой в пакетике набор опять же для разведения огня здесь у меня лежит деталь скажем так запчасти зажигалки с кремушка есть несколько ватных дисков то есть зачем нужно вот эта деталь для с кремушком берем кусочек ваты к примеру немножко распушим и не чиркаем она загорается вот дальше есть у нас тут небольшое количество труда из гриба трутовика и линза на тот случай если мы в солнечную ясную погоду чтобы добыть огонь при помощи линзы сфокусируем ее на труте дальше раздуем вот это для разведения огня в отдельном пакетике значит дальше едем для также для разведения огня ну понятное дело куда без этого огниво стержень ферроцеливаю без всяких там ручек дырок и прочего они ни к чему ремонтный набор большой здесь метров 20 веревки намотана и куча целые иголок кстати говоря возвращаясь компасу если у нас есть иголка металлическая ее можно намагнитить положите листочек в воду на листочек иголку и она покажет направление моток лески тоже метров 20 намотал души грузила здесь у нас листовой свинец я положил кстати я предпочитаю пока рыбачил мне больше нравилось листовым свинцом то есть сколько нужно отрываешь рвется легко руками сейчас магазинах как бы не попадался самому откатать возможности пока нету старыми запасами еще пользуюсь грузила набор крючков много-много рыболовных крючков различных размеров приклеены они прилеплены к магниту то есть еще вместе с крючками заодно магнит и крючки не разлетятся и случае си нам нужно будет сделать компас на магните миголку от магнита и там уже как говорю выше ну и лезвие трапециевидное лезвие это уже вместо малехонько вот этого ножа то есть если что-то порезать то можно будет при помощи этого лезвия вот такой вот набор еще это уже получается большой нас но я уже говорил и все время говорю и повторяю что по моему мнению нас должен быть минимальных размеров это раз а во-вторых он непременно должен крепиться где-то на одежде еще раз покажу у нас на этом назе сделан карабин на резьбе который крепится к штанам и помещается в карман постоянно находится у нас собой потеряется он только вместе со штанами вот это то что принято называть назван то есть носимым аварийным запасом а все остальное скорее уже как бы стратегические запасы или как я не знаю но то что мы уже носим в рюкзаке я бы назван наверное не назвал то есть он как бы все равно носимый и аварийный но на мой взгляд название у нас отвечает только минимальные на за которые действительно постоянно у нас при себе тем не менее конечно же это не отменяет больших большими наборами различных тревожных рюкзаков тревожных чемоданчиков схронов и всего прочего и нужно ну а чем пользуюсь я я вам сегодня показал рассказал всем спасибо за внимание до свидания до свидания до свидания